Привет, меня зовут Антон, это канал English Show, и сегодня я вам расскажу, как правильно составить резюме, естественно, на английском языке. Погнали! Резюме или CV — это карточка, которая показывает весь ваш опыт, умения, навыки, качества, в общем, показывает, чего вы стоите. С резюме начинается ваше взаимодействие с HeadHunter, поэтому надо составить его так, чтобы оно точно работало. О том, как это сделать, собственно, сейчас и расскажу. Сразу скажу, обычно на нашей видео подобного формата про поиск работы, адресованные айтишникам, но сегодня я расскажу много полезной информации и для других специальностей. Ну и еще сегодня не будем обсуждать оформление резюме, потому что у большинства сайтов есть уже автоматические конструкторы. А вот содержание, что в нем писать, обсудим самым подробным образом. Кстати, напишите в комментариях, какие еще видео про поиск работы за рубежом нужно снять. Мы обязательно постараемся это сделать максимально подробно, как вы любите. Итак, сначала давайте пройдемся по структуре резюме. Что вообще в нем должно быть? Personal Information – личная информация. Career Goal – это цель карьеры, то есть то, кем ты хочешь стать. Education and Qualifications – ну тут все понятно. Квалификация и образование. Work Experience – это опыт работы. Personal Qualities and Skills – личные качества и навыки. Publications – профессиональные публикации. Awards – награды. Memberships – членство в профессиональных организациях. Ну и References – это рекомендации. Давайте пройдемся по пунктам подробнее. Personal Information – здесь пишем кратко о себе. Name – имя и фамилию, как в паспорте. Address and telephone number – адрес и телефон. Адрес в формате номер дома, название улицы, дальше номер квартиры, потом город, индекс, страна. Например, One – невский prospect, apartment 10, St. Petersburg, какой-нибудь питерский индекс, типа 1, 2, 3, 2, 4, 0 и Russia. Marital Status – семейное положение. Итак, вы можете быть married – в браке, single – без пары или divorced – разведены. Другие варианты указывать не нужно. Date of birth – ну, дата рождения. Кстати, обратите внимание, что в разных странах даты пишутся по-разному. Американцы, вы знаете, пишут сначала месяц, потом дату, и еще и часто разделяют слэшами вместо точек. Мы пишем, сами понимаете, день, месяц, год. Европейцы, как правило, пишут с точками, но пишут сначала месяц, потом день. Но это варьируется от страны к стране. Я бы лично писал просто день, название месяца и год. Если вы, конечно, не родились 13-го числа или позже, там уже без разницы, все и так поймут. Ну и если вы родились после 30-го года нашей эры, потому что иначе тоже там проблемочки возникнут. Email – электронный адрес. Тут, наверное, излишне говорить, что он должен быть нейтральным, а не сладкий пирожочек, собака моего руха. Career goal – здесь вам нужно описать ту должность, которую вы ищете, то есть ваша финальная цель. Сформулировать ее можно по-разному. Вот, например, можно просто написать название должности, которую вы хотите, типа UI slash UX designer. Или I want to obtain a position of UI UX designer. То есть я хотел бы получить должность UI или UX дизайнера. Можно также сказать I'm seeking a position of designer. Я ищу позицию дизайнера. Или I'm looking for a position of designer. Тоже я ищу должность дизайнера. Education and qualifications. Здесь все просто. Сначала указываем все, что вы получили после школы, то есть колледж, институт, профессиональное техническое училище, а потом уже все курсы повышения квалификации. Причем обратите внимание, что писать надо сначала самое свежее. Вот в таком формате. Первое. Название заведения. Второе. Дата начала и окончания учебы. И третье. Специальность и ваша степень по ней. Последний пункт вот особенно интересный, потому что надо указать бакалавриат у вас или магистратура. Это, соответственно, master's degree in something или bachelor's degree in something. Ну, то есть bachelor's degree in computer science. Это степень бакалавра по специальности компьютерная техника. А вот дальше уже отдельно указывайте курсы повышения квалификации, если они у вас, конечно, были. Например, courses at и дальше название университета или заведения, при котором вы проходили курсы. Также certificate in и то же самое. Разумеется, сюда надо писать только самое релевантное к тому, что вы ищете. То есть какие-нибудь курсы там по быстрому выпиванию компота Нижнего Пупкина, они здесь не пригодятся, скорее всего. А вот если вы проходили курсы повышения квалификации, там, не знаю, финансового учета фирм при МГУ, то, может быть, оно сработает. Work experience. Рабочий опыт. Ну, думаю, ни для кого не секрет, что это вообще самый важный пункт. И все остальное иногда даже пропускают. Здесь та же схема. Описываем, начиная с самого недавнего места работы, а не сначала. Первое пишем название компании латиницей. Учтите, что наши OOO это LTD. Вообще в интернете можете найти таблицу сравнений, там, как ИП, как ООО, как ОАО. И другие аббревиатуры наши расшифровываются правильно на западный манер. И сюда же свою должность. Например, head of mobile, руководитель отдела мобильных приложений. Далее, даты начала и окончания работы. Если работаете по сей день, пишите until present. Ну и третье, вкратце, буквально в трех-четырех пунктах, опишите свои обязанности и достижения на рабочем месте. Используйте инговую форму или past simple. Например, wrote code for bank applications, то есть писал код для банковских приложений. Testing mobile games, тестировал мобильные игры. Следующий пункт нашего резюме – personal qualities and skills. Здесь сначала перечислите свои качества. Разумеется, старайтесь писать те, которые от вас ждут на желаемой позиции, а не все сразу. Давайте разберем, что можно туда указать. Ну, например, highly organized – очень организованный. Dependable – на тебя можно положиться. A team player – командный игрок, то есть умеете работать в команде с другими людьми, объединять усилия. Strong background in – хорошее познание и опыт в. Ну и дальше то, в чем у вас такой опыт. Потрясающий. A respected leader – талантливый лидер команды. Ну, здесь надо быть аккуратнее с таким, конечно. Good at building teams – мне нравится больше. Это значит, что вы хорошо умеете строить команды. Flexible and adaptable – гибкие и хорошо приспосабливаетесь к любым изменениям и ситуациям. Work well under pressure – тут, думаю, объяснения не нужны. Хорошо работаете под нагрузкой или как бы у нас сказали стрессоустойчивость. Но с этим тоже аккуратней. А то вам такого стресса там навалят, что не поднимите. Не нужно, опять же, перечислять много, оставьте 4-5 самых важных. Можно даже меньше. Дальше указывайте свои особенные навыки. Лучше всего заглавьте это как-нибудь типа special skills. Какие они могут быть? Ну, например, computer literacy – то есть компьютерная грамотность. И перечисляйте названия всех программ, с которыми вы умеете работать, все там плагины, которые вы устанавливали. Короче, здесь уже все зависит от того, куда вы собираетесь идти. Languages – языки. Здесь, понятное дело, пишите, какие языки вы знаете. Я сейчас не про C, Python и так далее, а про обычные наши языки. Навыки владения, сразу говорю, могут быть native, родной, fluent, то есть свободный. Средний уровень лучше всего назвать как reading and writing abilities, то есть могу писать и читать. Ну и basic – это начальные знания. Driving license – водительские права. Здесь, если это, конечно, релевантно к вашей профессии, и лучше указывать сразу категории, которые у вас открыты. Hobbies – можно указывать сразу 2-3 хобби, чтобы показать, что вы разносторонний человек. Петушиные бои или просмотр ММА с хазбигом лучше не указывать. Это все могут воспринять неоднозначно. Вообще лучше указывать только то, что релевантно в данном случае. Publications, awards, memberships. Здесь все просто. Если у вас есть значимые публикации, запишите их в этот раздел. Название публикации на английском и ссылка на нее. То же самое с наградами. Дата, название конкурса и степень вашей награды. Членство в профессиональных организациях указывается в таком формате. Дата вступления и название организации. Ну и если чего-то из этого нет, просто пропустите этот пункт. References, то есть рекомендации. Здесь рекомендация у нас одна. Напишите фразу. References available upon request. То есть рекомендации по запросу. Контакты людей, которые могут за вас поручиться, а также письма от них доступны по запросу, который напишет вам HR. Все, ваше резюме готово. Дело осталось за малым. Разослать его и начать ходить по собеседованию. Кстати, чтобы комфортно чувствовать себя на собеседовании, а потом и при работе в этой компании, неплохо бы подтянуть английский. А в этом вам помогут кто? Давай говори 100-100. Правильно, преподаватели English Show. Чтобы подготовиться заранее, рекомендуем начать заниматься уже прямо сейчас. Даже не завтра. Пройдя абсолютно бесплатный первый урок в нашей школе по ссылке в описании. На уроке вы определите свой уровень английского, поставите себе цели. Ну а преподаватели сделают все, чтобы обучение было быстрым и эффективным. Еще раз, все ссылки в описании. И пока, до скорых встреч.